Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 44-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Барнаул, центр Алтайского края. Барнаул расположен на левом берегу реки Аби при впадении в нее Р.Барнаулка. Здесь речная пристань и железнодорожный узел линии на Семипалатинск, Кулунду, Новосибирск, Новокузнецк, Биск. В XIX веке Барнаул был окружным городом Томской губернии, центром Алтайского горного округа. В 1738 году А. Демидов на месте нынешнего города построил деревню, а в 1739 году заложил завод, пущенный в ход в 1774 году и названный Барнаулским. В 1771 году Барнаул назначается городом, становится главным местом управления горными заводами. В 1861 году в нем проживало более 12 тысяч человек. В городе было 2000 домов, 5 церквей и более 100 лавок. В промышленном отношении большое значение имел казенный золотой и сереброплавильный завод, где плавились руды Змеиногорского, Крюковского, Сокольского, Зыряновского, Семеновского, Салаирского серебряных рудников и Зыряновского, Риддеровского свинцовых рудников. Завод был построен на плотине, с оружием для напора воды, приводившей до появления паровых машин в движении водяные колеса. Тут же стоял пробирный дом, каменная кладовая для ежегодно добываемых сокровищ, амбары. Среди других промышленных предприятий в середине 19 века заметную роль играли пять кожевенных заводов, солотопенный, маловаренный, мыслобойный и два свечных. В городе имелись гостиный двор, казенная аптека с садом, госпиталь, хлебные магазины. Большая часть жителей была связана с горным делом. Более ста человек занимались различными ремеслами. Жители округа, населявшие низменность между Алтаем и Салаирским кряжем, разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец, свиней. Во второй половине 19 век Барнаул стал крупным торговым центром Алтая. Алтайский горный округ и его центр Барнаул входили в состав личных владений императорской фамилии, и доходы от заводов поступали непосредственно в казну. В конце 19 века в городе были открыты горные училища для подготовки горных инженеров, библиотека, музеи с зоологическими, минералогическими и этнографическими коллекциями, метеорологическая обсерватория, театр. На городской площади установлен памятник русскому заводчику Демидову. Город не испытывал нападения внешних врагов, но в 1917 году в огне опустошительного пожара погибла значительная часть его. В годы Великой Отечественной войны на базе эвакуированных предприятий в Барнауле развелось машиностроение. Ныне работают заводы моторный, котельный, механических прессов, транспортного машиностроения, станкостроительный, а также радиозавод. Значительными являются меланжевые хлопчатобумажные комбинаты, производственное объединение химволокно, шинные резинотехнических изделий завода и ДР. Барнаул связан с именами изобретателей ползаного археолога и этнографа Ядринцева, путешественника и следователя Семенова Тяншанского. В Барнауле шесть высших учебных заведений, в том числе университет, драматический, кукольный, музыкальный комедия и юного зрителя театры, краеведческий, художественный и другие музеи. Город по праву считается одним из крупных промышленных и культурных центров Алтайского края. В нем сохранились исторические памятники, в том числе, бывшая заводская аптека 1794 год, каменная губтвахта 1821 год, канцелярия коловано-воскресенских заводов, инструментальный магазин первой половины XIX век Саркин монумент в честь столетия горного производства на Алтае. В 1989 году в Барнауле проживало 602 тысячи человек. Герб города В лазурибом щите среди контуром обозначенных черных гор стилизованная черная жидоменная печь с червяным пламенем. В зеленой главе щита бегущая серебряный лагиат. Утвержден 5 августа 1846 года. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.